Может быть в таком виде, когда один раз увидишь и все поймешь, да? Что же мы имеем на этот момент? Суть по всему, от концентрической системы нам уже не избавиться, поскольку в стандартных нового поколениях старшая ступень у нас выведена отдельно, и там все фанаты, и планы, и программы, и так далее. Что и мы предлагаем? Мы предлагаем отказаться от фактологической завершенности курса. В смысле фактов. Факты, 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 что ребенок все знал. А ставим логическую завершенность. Что значит логическая завершенность? Будем изучать 9 класс только механику, как пример строгой завершенной классической теории, которая кроме того еще доступна для понимания и использования учащимися. А значит они уже в 9 классе будут представлять себе не только что такое описание явления и экспериментальные законы, но еще и что такое теория физическая. И на этой базе, в 10 классе, тогда можно изучать, хотите профи, хотите ознакомиться на физику, как ужасно. А если мы хотим, чтобы механик еще и обобщающий уровень играл в 9 классе, ну пожалуйста, мы изучаем силы, почему бы не ввести электромагнитные силы, вспомнить их, да? Мы изучаем энергию, почему бы не вспомнить о тепловых процессах, о преобразовании энергии в глобальном масштабе, а не только о законе сохранения механической энергии. То есть все это нужно сделать. И по возможности вернуть, конечно, в 9 класс, 3-й час изучения физики. Ну это уже я так чувствую, набрать невозможного. Но тем не менее, вот, потому что, конечно, в нашем состоянии сейчас желать больше, в общем, было бы очень многое, как я сказал. Вернуть в школу отдельно и обязательный курс астрономии, именно обязательный курс, как завершение физико-математического образования и дача именно мировоззрения учащихся. Ну вот я сейчас говорила про программу, в общем-то, базовую, да? Но на самом деле мы вот по такому принципу работаем в профильных классах у нас. Мы по максимуму, за счет того, что у нас 4 часа, даем механику. И у нас по окончании 9 класса действительно дети готовы к изучению правильного курса физики. Ну, если кто-то вот не верит, еще вот директор, а он, мысль-катачек, хотел привести результаты ЕГЭ, это наши все классы, включая базовый уровень. А если отдельно физико-математический, вот голубая линейка, как сдавала Россия, рассределение по общему главу, и красный цвет, как наш физико-математический класс сдавал, 64-25. То есть это все работает, это можно сделать. Вот. Единственное, что была бы добрая воля, и было бы понимание того, что те средства, которые нам предложены, совершенно не соответствуют тем содержаниям, которые, опять же, нам предложены сверху. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, если есть. Я надеюсь, что все согласятся с тем, что требование вернуть нам детей, часы... Ну, ведь это уже осталось, да. Это не можно, это я очень поняла. В каждом закладе присутствует. И желательно, чтобы это потом нашло отражение в наших пожеланиях, решениях, резолюция... Вот, резолюция, у меня есть приглашение, к сожалению, я ее у нее сняла в ящик. Ничего страшного, у нас еще есть время... За астрономию у нас голосовать, чтобы вернули законным часом. Да, это действительно совершение развития, полноценным развития жизни. Кстати, вот еще костюм, я забыла совсем сказать. Ведь деятельностный подход, это не новое. Все авторы, которые были предложены, это именно 50-е, 60-е, 70-е годы. И всю жизнь лучших учителя руководствуют именно такими подходами. Правильно? Единственное, что это законодательно теперь пытаются вести. Ну, тогда дайте возможность работать такими методами. Спасибо вам большое. Отлично. Я надеюсь, что большинство согласились с предложениями, особенно вот, касающиеся того, что обратили нам здесь назад. Появился ли Осетский Александревич? Нет. Будем считать, что да. Но, наверное, и появился. Но, тем не менее, вы видите, сейчас появлялся Сергей Саткин с фотоаппаратом. К моменту, когда мы завершим наше собрание, есть предложение 4 часа собраться на ступенях ФИСФАКа и сделать общие фотографии. Это раз. И второе предложение тоже поучаствовать в обсуждении в резолюции, которую будет принимать съезд. Чтобы туда пропасть, нужно из ФИСФАКа выйти, по подземному переходу пройти в сторону библиотеки. И не премьи библиотеки, а правее корпуса, например, называют Шипаловским. Там, поскольку потоп людей будет большой, мы не потеряемся. Прошу принять участие и в этом тоже. Теперь следующий доклад. Федеральный государственный государственный стандарт. Я так понимаю, если документ выносится на всенародное обсуждение, а наши руководители страны призывают государственный стандарт всенародно обсуждить, то для начала его надо составить таким языком, чтобы он мог быть понятен народу. Государственный стандарт составлен таким казуистическим языком, что, по-моему, это сделано специально, чтобы его никто не читал и не понимал. Ну, честно говоря, мне вообще не нравится сам термин государственный стандарт образования. Потому что дети у нас, как и все, люди разные. Они разные по своим интеллектуальному уровню, по своим ценностным ориентирам. Некоторые вообще побеждают в международных олимпиадах, а у меня был мальчик, который с большим трудом переходил в счеты через десятки, там же пасек не хватало. И для всех один стандарт. Мне вообще-то кажется, более было бы правильно, если бы установить не государственный стандарт образования, а государственный минимум образования. Ну, в общем, будем обсуждать то, что у нас есть. 14 апреля этого года вышел уже третий вариант образовательного стандарта. Это еще более 100 страниц к азуристическому тексту. Значит, физика в этом варианте была разделена, как и в предыдущем, впрочем, состояла из... Я это называю так, из школьного бакалавриата, в соответствии с предыдущим докладчиком, это седьмой, девятый класс, потом школьная титратура, это старшая школа вообще в человеческом, если говорить, 10-й, 11-й класс, ну и должно заканчиваться школьным дипломным проектом, который называется индивидуальным проектом, ну и, естественно, государственным экзаменом. Ну, за неимением времени я остановлюсь исключительно только на старшей школе, 10-й, 11-й класс. Вот здесь слайд номер один. Простите, пожалуйста, за гусуистический язык, я буду читать так, как он написан, и я его создала. Значит, основная образовательная программа среднего полуобщего образования содержит обязательную часть формируемую... содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть программы состоит 60%, а часть формируемую участниками образовательного процесса 40% от общего объема содержательного раздела основной образовательной программы. Хотел бы я знать, в каких единицах измеряется объем образовательного раздела. В часах или в печатных знаках учебника или в количестве приказов Министерства образования. А можно вам послушать, я? Спасибо. Теперь предметные результаты. Предметные результаты освоения базовых курсов должны быть ориентированы на освоение учащимся систематических знаний. Испособ действий, предоставляющих данный учебный предмет. Освоение профильных курсов, я по красному читаю, должно обеспечить подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. И самый важный третий абзац. Значит, предметы результата освоения основной образовательной программы должны обеспечить возможность успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. Давайте это запомним и посмотрим, как нам предлагается это все осуществлять. Значит, предполагается, что учебный план должен содержать 9 или 10 учебных предметов. И в плане должно быть отведено, предусмотрено время на выполнение учащихся индивидуального проекта. Так вот, давайте подведем, что получается. Значит, все школьные предметы разделены на так называемые предметные области в стандарте. Их всего шесть. Вот здесь в левой части это предметные области филологии, иностранные языки, математико-информатико-естественной науки. Это те предметные области, из которых государственный стандарт нам говорит, что школьники или участники образовательного процесса должны выбрать не менее одного предмета из каждой образовательной области. А вот и по общественным наукам из предметных областей и физкультура ОБЖ должны быть выделены не менее, чем по плану изучаемых предметов. Вот я согласна, здесь выделены те предметы, которые подлежат обязательному изучению. Слава Богу, русский язык литературы и математика как таковые. Ну а дальше, естественно, расти в мире физкультура ОБЖ. Теперь давайте представим себе, что я собираюсь поступать на физические факультеты в долг. Значит, тогда я, вот помимо красных, вот этих предметов должна выбирать, как мне предполагает государственный стандарт. Например, иностранный язык, читаю по зеленому. Физику, историю, это восемь предметов. Рано радовался Анатолий Михайлович черепощет, потому что никаких астрономик не будет. Предметов восемь, простите, девять или десять. Вот здесь восемь выделено. Я поступаю на физический факультет МГУ. У меня один, максимум два в запасе предмета. Я что должна выбрать? Информатику? Вот как я буду без компьютера вообще все это работать? А может быть химию с биологией? Потому что, а как я тогда вообще, вот очень многие эти области физики работают с физикой, с химией, биологией. А может быть астрономия? А может быть технология? Потому что у нас что ли там сидит программирование? А если я поступаю на эксплуатацию фундаментальной медицины? Я что, должна выбрать биологию без химии, физики и всего остального? И мы хотим, чтобы вот этот врач потом лечил детей? Нет. И в этом не будет. Значит, теперь уже даем и результаты. Это вообще что-то делать? Значит, в нормаже...